Боже! Идёт прямая трансляция этой конференции! Ну-ка посмотрим, как мы там в прямом эфире. Где там мы, красавчики? Сейчас мы... О! Мы прорезались! Ура! И сразу нас смотрят уже целая когорта ребятишек, и когорта всё увеличивается, увеличивается. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! Привет! Привет всем, кто нас смотрит! Молодцы, что пришли! А уже сколько вопросов накидали! Е-е-е-е! Магия работает! Ну, я думаю, наш сегодняшний гость не нуждается в представлении, судя по тому, сколько тысяч просмотров набрала афиша. Да, да, Миша. Ну, что я тебе могу сказать? Ты становишься всё популярнее и популярнее, и это очень приятно. Спасибо! Не без вашей помощи, я так сказать. Ну, сейчас уже без нашей. Скажи, пожалуйста, мы с тобой же вот последний делали стрим, было, наверное, это лет 7-8, наверное, назад. Я уже не помню. Да, да, приличное время. Ну, пускай 8 лет назад. Вот сейчас, мне кажется, довольно много изменилось, потому что ты уже такой человек весьма опытный. Вот тогда уже там много концертов отыграл, а сейчас ты ещё больше. Вот так, оглядываясь назад на последнее десятилетие, что-то глобально изменилось в твоей жизни творческой? Ну, колоссально изменилось, и мне кажется, что изменения каждый год они меня настигали и настигали. То есть это не просто какой-то рутинный процесс, который в определённый момент просто принёс какие-то новые ощущения. Это абсолютно каждый год приносились какие-то новые форматы. И вот это как-то заставляло мобилизовываться во всех смыслах и в качестве вокалиста, как человека, который просто издаёт какие-то звуки и как человека, который должен обладать некой выносливостью вокальной, как человек, который должен себя с точки зрения артистизма дополнительно раскрывать и так далее, и так далее. То есть, ну, вот все эти моменты, они приносились в течение этого времени. Подробнее, да? Да, 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 да. Скажи, пожалуйста, а вот в технике твоей вокала произошли ли какие-то изменения? Насколько я слышу по твоим живым концертам, которые до меня долетают в основном с Ютьюба, конечно, к сожалению. Вот. У тебя очень возмужал голос и появились какие-то вот новые такие интонации в звуке. Как ты сам это оцениваешь? Это какой-то, скажем так, результат твоего стремления или это просто, как говорится, жопы часы, которые дошли наконец? Я не считаю себя каким-то особо одаренным человеком, вот. Поэтому считаю, что девиз «количество должно перейти в качество» и вот те самые жопы часы, конечно, наверное, это ближе ко мне, потому что когда в какой-то момент ты понимаешь на уровне ощущений, что ты ничего не делаешь для того, чтобы запеть вот так, как ты поешь сейчас, и вроде как все получается и со стороны, и опять же ощущение сохранения ресурса, никуда не пропадает возможность управления голосом, то есть все это происходит не на каком-то суперпределе, когда вот из последних сил все, ну, в общем, такой запас прочности создается, это не как бы передается на все аспекты вокальные и артистические, я не знаю. Короче говоря, я считаю, что, наверное, многие вещи приходят с опытом, во всяком случае, это история про меня. Скажи, пожалуйста, вот ты чувствуешь сейчас себя человеком, который вот контролирует процесс пения настолько, что тебе не нужен в этом смысле никакой там педагог или там какой-то там, не знаю, продюсер или кто-то, именно вокальный я имею в виду, не вообще продюсер там клипов или чего-то такого, а вот именно вот твоего пения, вот насколько ты вот сам можешь починить себя, если что-то там не так звучит, или там как-то подкорректировать, или найти какую-то новую краску, в этом смысле я спрашиваю. Ну, осмелюсь предположить, что вот прям события последних двух лет, наверное, да, я склоняюсь к тому, что, наверное, сам уже где-то что-то могу, но, опять же, мы не просто гастрольный коллектив, мы коллектив, который иногда запирается в студию, здесь могу сразу сказать, что существуют такие подводные камни, то есть вокалист, который работает в гастроли и вокалист, который идет работать в студию, это немножко, наверное, как говорят в Одессе, две большие разницы, вот, и, наверное, нужно стремиться к тому, чтобы это все было каким-то единым целым, то есть звучать надо одинаково хорошо и там, и там, но режим энергосбережения, он все равно превалирует на гастролях. Я все-таки склонен считать, что он не влияет на качество. Вот, если мы говорим о студийных ощущениях, то тут иногда одна грамотно спетая фраза, может быть, стоит всего дня, и иногда весь ресурс приходится, скажем так, бросать на это дело. Ну, как бы, могу сказать, что студийная деятельность, наверное, не столь активная в сравнении с гастрольной, поэтому в вопросах студии иногда приходится так озадачиваться, садиться на пятую точку, думать, ну, как бы, загонять, не то чтобы загонять себя в угол, а, ну, бывают моменты затыка такого, что, блин, надо что-то делать, где телефон Екатерины Юрьевны, надо звонить, и мы это делали, кстати. Был момент, когда я обращался, и мне это здорово помогло, конечно. Ну, я рада, я рада, я рада. Ну, слушай, здорово, я очень рада, потому что, на самом деле, вот, ну, моя задача как педагога, а я вот, ребяточка, мы новичкам говорю тоже, чтобы человек научился самостоятельности и обходился без преподавателя. вот, это, в общем, правильно, знаешь, как, в общем-то, сам себе должен стать педагогом, потому что сам себя изучаешь, сам понимаешь, как у тебя это все работает, вот, и дай бог, как говорится, так оно и должно происходить, потому что, конечно... Ну, так не было, так не было всегда, потому что я не случайно упомянул про два года, то есть буквально, ну, до первых лет семь работы в группе для меня абсолютно нормальным явлением было так называемое ТО, то есть я даже в перерыве между гастролями я находил возможность обращаться к педагогу, если термируемая была недоступна, значит, появлялся другой человек, который мне в этом вопросе помогал. Таня Шурупова, привет, если она нас увидит. Добрый день, я увидел. И спасибо большое, да. Вот, был еще один человек, с которым мы работали, меня зовут Аркадий, тоже мне, как бы, он со своей стороны... Вообще, надо сказать, что, когда сталкиваешься с несколькими педагогами, каждый из них оставляет свой след, и я как раз в этом вижу такую положительную историю. Вот, поэтому я, безусловно, благодарен всем. Да, 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 я, кстати, Аркадий тоже знаю, он тоже у меня консультировался, да. Встречались мы с ним, ага. Ну, конечно, между прочим, вот не знаю, как у Анастаси скажет, вот у меня было, наверное, штук девять педагогов, вот, и сначала было ощущение, когда приходишь от одного педагога к другому, «Ой, ну все, короче, все мы делали неправильно, все надо переделывать, ау». Вот, а потом с возрастом внезапно понимаешь, что это были просто подходы с разных сторон, это, знаешь, как вот на вершину горы подъем, да, можно с одной стороны подниматься, можно с другой, а когда ты уже на вершине мастерства находишься, ты видишь уже все вот эти вот спуски и подъемы, и понимаешь, что это были просто, ну, на одно и то же место разные дороги. Вот, и это, конечно, интересный, на самом деле, процесс. У нас ребята очень активны в этот раз, и задавали тебе кучу всяких вопросов, вот, из них есть прям жутко интересные, я прям сама жду твоих ответов, поэтому, Настя, наверное, ты нам начнешь сейчас что-нибудь там зачитывать, поэтому... Да-да-да, более того, у нас еще сначала куча приветов, нам приветы шлют из разных городов, привет-привет, привет из Читы, привет из часового пояса, я вот видела, плюс три у нас, да, это как раз Чита, вот, люди в ночи нас смотрят. Да, просто доброй ночи, на... Да, и пишут, боже, какой же вы красивый! О, спасибо! Да, и все нам шлют приветов-приветов, и уже нас задавали много вопросов прям в прямом эфире, но я думаю, что начнем мы с тех, которые ребята задавали под постом. Мы выбрали самые интересные, самые топчик, и сейчас будем их читать. А в конце у нас еще интрига будет. Сдадим сейчас немножко интригу? Сдадим, сдадим. Сингер-клуб уже знает эту интригу. Да, просто мы сдадим. Поэтому, да. Вот, кстати, когда вы говорили про разных педагогов, мне сразу вспомнились мы с вами, Екатерина Юрьевна, и наши марафоны, потому что на марафоне у нас как раз идет параллельно минимум два педагога, которые объясняют одно и то же с разных сторон, и мы это считаем достаточно эффективным. Вот, ну что, погнали! Неоднократно подмечало, пишет нам наша телезрительница, что ваши вокальные манеры в Арии и в сторонних проектах довольно существенно различаются. Это делается осознанно и намеренно, или просто так получается? Ну, скорее, так получается. Разное продюсирование, разные люди по ту сторону, скажем так, стекла на студии, и, может быть, немножко разные советы могут сыпаться. Ну, не знаю. И иногда бывает, что даже один и тот же человек, одна и та же команда работает, вот сегодня может получиться так, завтра получается по-другому. Я это еще поймал себя на этом ощущении, когда мы записывали первую пластинку с Арии, Феникс у нас был. Вот просто одна из песен была записана вообще в какой-то, как мне показалось, несвойственной манере для всего остального альбома. Я не буду ее называть конкретно, но вот это ощущение, не мне одному это показалось, то есть мне от многих приходилось это слышать. Поэтому здесь, не знаю, может быть, это как раз говорит о какой-то моей проблеме, что, может, я какой-то просто нестабильный, не знаю, вот здесь вот так, здесь вот так получается. Ну, что есть, то есть. Ну, а может быть, это просто богатство приемов называется, и владение своим вокальным аппаратом. Нам, кстати, ребята продолжают слать приветы. Привет из Беларуси, привет из Московской области, из Киров, ЕКБ, Обнинск. Представляете, какой у нас сегодня? Ох, Питер! Вот, и все там шлют приветы и благодарности. Ну, а я зачитаю следующий вопрос. Как быстро удается подготовить новую или хорошо забытую старую композицию для исполнения на концертах? Мне, как человеку, который стал вокалистом группы, будучи ее поклонником, конечно, проще даются песни, ранее исполняемые, но, скажем так, отложенные на какой-то длительный срок, нежели новая песня, которую нужно просто с чистого листа разбирать. С одной стороны, конечно, я понимаю, что когда ты ей даешь жизнь, то отсутствует элемент сравнения. В этом, может быть, есть некая простота. Ну, ты вроде ее спел и спел. А с другой стороны, когда ты перепеваешь песню за предыдущими, ранее исполненные предыдущими вокалистами группы, то тебе нужно, ну, как минимум, так сказать, держать эту планочку. Вот. Ну, это больше вопрос ответственности, но с точки зрения проникновения в песню проще с, конечно, материалом ранее игранным. Спасибо. Ну, вот, кстати, продолжая тему поклонников и продолжения, так сказать, великих людей, недавно Валерий Кипелов озвучил, какие песни Арии без него он хотел бы спеть. А что бы вы хотели спеть из репертуара группы Кипелов или других русских вокалистов? Ой, ну, коль скоро мы уже говорим про группу Кипелов, я всегда отмечал, что для меня, наверное, фаворитом был их альбом «Реки времен». И там практически каждая первая, вторая песня, третья. Вот. Ну, практически каждую песню с радостью могу исполнить. И даже приходилось мне это делать, еще будучи вокалистом группы «Гран Кураж». Был у нас такой кавер-вечеринка такая, мы приглашали на этот концерт Маргариту Пушкину как автора текста большинства исполняемых песен, поэтому, вот, получив ее благословение на исполнение песен в этот вечер, мы, собственно, исполнили в том числе и песню группы Кипелов, как помню, сейчас это была песня «Я здесь». Вот, так что я в этом смысле уже как-то... Причастился. ...исполнил свои эти тактики. Ну, насколько я понимаю, Миш, ты к каверам, в принципе, нормально относишься. То есть, есть же такие вокалисты, которые считают, фу, кавер, это что такое, не свое же. Ну, если я чувствую, что он мне по силам, и, как бы, у меня вопросов никаких не возникает со сложностью исполнения, наверное, да. Ну, я всегда просто немножко трезво относился к своим способностям, не знаю. А вот кавер, как ты думаешь, это нужно прям спеть как оригинал или наоборот, как можно дальше уйти от оригинала? Ну, если, как бы, говорить о желании и стремлении, конечно, чем спеть его дальше, тем, наверное, это будет более интереснее, потому что всегда есть первое исполнение, и всегда, как бы, иначе это просто превращается в некое караоке. Вот. Но, с другой стороны, если это исполнение по душе, и тебе вот хочется погрузить себя именно в эту атмосферу и не убегать вот от этого, то есть в попытке соригинальничать, чтобы не получить какую-то, я не знаю, жалкую пародию, которая даже тяжело узнаваема, и, наверное, это тоже такое не совсем, наверное, правильное решение. Ну, это уже джаз немножко. Вот народ пишет. Кавер на сектор газа от Арибы услышать. И вот вопрос, кстати, этому следует. Почему Ария не приняла участие в трибьюти слота? Сейчас вот все принимали. Где Ария? Ой, трудно сказать. Мы на самом деле... Если это события, как раз, наверное, которые совпали, у нас же были перезагрузки, онлайн-концерты и так далее, и так далее, возможно, это совпало еще с тем, что мы достаточно серьезно были загружены, но я там все-таки... Хотя это, наверное, не имеет отношения к слотой, это, наверное, уже проект Игоря Лобанова. Я там смог, так сказать, отвлечься и поучаствовать в его сольном проекте. Ну, а потом совместное исполнение слота и Арии люди уже видели, поэтому я думаю, что он... Ну, конечно, это был скорее кавер на песню группы Арии, а не наоборот. Ну, не знаю, но так получилось. Все, оказывается, гораздо проще, потому что народ думает там всякие мысли, мысли, а то просто люди, ну, типа, ой, а что, надо было? А мы работали. Нет, мы просто реально было много работы, и вся эта пандемия, она, скажем так, с точки зрения трудозатрат, ну, была достаточно активным временем. О, как это так вышло. И концертные программы, которые мы сделали за это время, порядка, дай бог памяти, пять или шесть онлайн-концертов с разными программами абсолютно, и, скажем так, помимо этого, я говорю, мы занимались вроде еще и как студийной какой-то работой, вот, и редкие концерты все-таки случались. Если когда ты готовишься к туру, все гораздо проще, у тебя есть концертная программа, ты ее отрепетировал и поехал. И вроде как ты просто находишься в такой колее, в некой, из которой вот выехать, как бы, и зачем? Вот, едешь и едешь. Вот, то как раз вот эти все пандемические дела у нас, я говорю, абсолютно разные программы, мы старались вытаскивать такие песни, которые либо со мной никогда не исполнялись, либо группы там вообще очень долгое время не исполнялись. То есть были такие моменты, и тут, конечно, пришлось попотеть не только мне, но и гитаристам, которые, ой, а что я там играю? Вот это вот было очень часто, можно было услышать на студии, когда гитаристы там дискутировали, какую же партию я там играю. Вот, поэтому, вот, мы достаточно, да, занятые люди оказались в этот период. Ну что же, продолжим. Вопросы от телевизорителей. Да, сейчас, секундочку, я вот просто про пандемию хочу спросить, потому что для меня это лично, как бы, важный очень вопрос. Миша, а вот на онлайн-концертах как ты себя чувствуешь, как вот исполнитель? Вот нет же вот этого контакта непосредственного с публикой, нет вот этого энергообмена, как ты вот справлялся с этим? Публики явно не хватает, конечно же. Вот, поэтому первые концерты были самые такие необычные, когда заканчивается исполнение песни, ты понимаешь, что тишина звенящая такая. Да, прям страшно. У тебя невольно, ты вроде и понимаешь, что вся твоя публика в ту сторону экрана, и даже гораздо больше, чем на обычном концерте по совокупности, но в то же время невольно начинаешь задавать себе вопросы так, а я все правильно сделал? Потому что публика для меня еще некий индикатор. То есть, когда все идет хорошо, ты видишь по тому, как они тебе отвечают эмоциями своими, и это, конечно же, ну, укрепляет во мнении и к последней песне там уже вообще все хорошо. Вот, то здесь до последнего как бы не посещают вот это ощущение, так вообще, нас вообще хоть кто-нибудь слышит и слушает ли вообще. И если слушать, то нравится ли, непонятно. А мог бы ты вот быть только вокалистом на онлайн-концертах? Вот если так случилось, что живые концерты вообще бы перестали происходить и все бы ушли в онлайн? Это очень тяжело. Это очень тяжело морально, и поэтому мы с облегчением вздохнули, когда появились предложения поехать на концерт, вот как раз проведя буквально сколько мы там, три или четыре концерта у нас прошло, и нам, по-моему, ну, я могу сейчас с датами немножко ошибаться, и нам поступило предложение, причем такое, беспрецедентное на моей памяти. Нам предложили сыграть концерт в городе Брянск с ковидными ограничениями, такого толка. Силу того, что концерт был анонсирован еще до всех этих пандемических дел, и билеты были проданы, был практически аншлаг, ограничение по залу было 50%, нам сказали, а у нас дальше должны были быть еще концерты, то есть нам из Брянска мы должны были еще проект, такой мини-турчик был, скажем, на землю. И я помню, что поступило предложение, причем мне так, как-то не особо меня даже и спрашивали, а так, так, ну что, нам предлагают два концерта с паузой там в 40 минут сыграть. Я так, да, что? Это я так посчитал, ну, то есть если наш концерт длится где-то час 52, где-то вот в этом промежутке, я думаю, это как же, это что, как, как я себя буду чувствовать. Ну ничего, вроде все получилось, и я могу сказать, что даже вот на этот концерт съездили, я получил удовольствие гораздо больше с таким облегчением, что, ну, хоть так, лучше так работать, чем онлайн, при всем уважении к нашей далекой публике, которая не имеет возможности нас видеть в своих городах, там, с его удаленностью, границ, там, расстояние и прочего, вот. И, конечно, лучше пусть львиная доля приходится, конечно, на концерты традиционные с публикой. Ну, этого и пожелаем, да. Да, Настюш, следующие наши вопросы. Давайте. Ой, следующий вопрос мне, кстати, очень нравится. Кто научил вас так громко кричать названия песен городов во время концертов? И связано это как-то с пением или просто привычка? Брюс Диккенс научил. Нет, на самом деле, так или иначе, скажем так, просматривая те же концертники Мэйден, то есть и видя просто вот манера его поведения, она мне, ну, скажем так, компонирует на сцене. То, что делает Брюс, находясь даже в таком почтенном возрасте, это невольно вызывает восхищение у меня, во всяком случае. И почему-то мне вот как-то понравилось вот именно не то, что я пытаюсь скопировать его манеру представления песен, а то, что очень часто, когда он там какую-то финальную часть своей фразы подводки песни может закончить таким криком, ну, это мне нравится. Наверное, может быть, это и в некоторой степени можно считать каким-то заимствованием. Миш, говоря о почтенном возрасте, а до какого возраста ты планируешь петь? Особенно рок? Особенно летая под сцену как это под крышей. Ну, летать, ладно, там могут летательные аппараты какие-то новые быть, я имею в виду в принципе, вот, как-то план по этому вопросу. Я себе вообще никаких этих не ставлю ограничений, сроков. Желание, думаю, ну, хотелось бы так, чтобы желание быть на сцене оставалось как можно дольше, как в том тосте, так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вот, понятно, что, наверное, надо вовремя уходить, но, надеюсь, пока это еще не про меня. Я еще пока... Не, надо ли уходить, или вот надо вот умереть на сцене, понимаешь, это же тоже разные подходы. Нет, умирать на сцене, при этом, наверное, оставляя жалкое подобие себя 30-40-летней давности, наверное, такого не очень хочется. То есть хочется обладать не только когда через 50 лет стажа у тебя кроме харизмы ничего не остается, а ни техники, ни нот, ни здоровья, ничего не осталось, наверное, это как раз тот самый случай, когда нужно вовремя уходить. А если позволяет вокальный аппарат и, скажем так, опять же, повторюсь, никуда не пропадает желание, то флаг в руки. Мне очень понравилось интервью ушедшего Александра Градского, он в какой-то передаче рассказывал, я так рад, что я к своим годам, ему тогда на тот момент, на момент интервью было, по-моему, 65+, если мне память не изменяет, но было прям не совсем последних лет, но даже тогда он, находясь в таком солидном возрасте, он сказал, говорит, я так рад, что несмотря на свой возраст, я до сих пор сохранил тот диапазон, который у меня был, и мне на сегодняшний день, я сейчас за точность формулировки не отвечаю, но смысл в том, что ему не стыдно выходить на сцену, и он этим очень сильно дрожит, что он на сегодняшний день может выйти на сцену и дать, но, к сожалению, его с нами нет, мне кажется, это тот человек, который до последнего мог быть как раз таким примером сценического долголетия в том числе. Ну, отлично. Ну, конечно, с точки зрения человеческих лет, наверное, маловато. Надо было побольше точно. Я знаю лайфхак, как умереть на сцене, при этом сохранив свой тонус. Надо просто умереть молодым. Не, не, я думала, что это самое, умереть на сцене, сохранив жизнь. Надо в театре работать просто. Умирая себе. Кстати, да, вообще прям тема. Ну что, продолжим. Кстати, юмористические вопросы немножко. И еще один вопрос Михаилу, запятая, несерьезный. В конференции о проклятии Марии вы упоминали ремень вокального продюсера. Простите, но что именно вокальный продюсер делает ремнем? Ремень вокального продюсера? Да, ремень. Что-то я я не я не могу понять, о каком ремне идет речь. А, не знаю, как-то тебе виднее. Либо это образный ремень вокального продюсера, который из меня там пытается достать нужные ноты, нужную манеру, там, или если это так, то я правда не помню. Будет меня простить. Ну, это не страшно, Миш, на самом деле, когда мне исполнилось 30 лет, мне мои ученики сделали такой, значит, праздничный коллаж, они взяли кучу записанных за мной всяких фразочек и сделали из этого сценку. Вот, я смеялась так, я никогда в жизни ни до, ни после больше так не смеялась, я просто дышать не могла. Но самое прикольное, что я совершенно не помнила, когда я это все говорила. Не угадали мне об этом? Я это сказал? Нет. Я не одинок. Да, ты не одинок однозначно. Ну, я прошу прощения, правда, почему-то вылетел из главы, я так вообще за собой замечаю, меня очень часто на эту тему подкалывают в хорошем смысле, как ты все помнишь, там бывает, что удается из какого-то интервью вспомнить что-то когда-то давно, очень хорошая память на города, на площадке, мы приезжаем, и я начинаю ребятам разговаривать, а, это там, это вот, где вот сейчас пойдем, сейчас вот это, вот это, как ты это все помнишь, что такое, а тут вот сплоховал, к сожалению. Да, ну, значит, ремень был не сильно действенный, раз не помнишь. Или не сильно приятный, ведь, так сказать, есть такие вещи, которые лучше забыть в жизни. А, я понял, почему, потому что после этого были другие ремни, которые, наверное, вытеснили. Да, я так тоже могу. Это были ремни, которые меня, так сказать, пристегивали, когда поднимали под купол. Там была своя история. Про эти ремни, кстати, у нас тоже есть вопросы. Давайте я про другой ремень расскажу. О, давайте, давайте, да, расскажи, расскажи. Да, там было про то, что не страшно ли вот летать, так сказать, под потолком и все такое. Так что давайте. Ну, тогда-то меня, значит, просто сбила с толку вот эта фраза по поводу продюсерского вокального ремня. Я, может быть, поэтому, ну, смысл, я расскажу свою историю по поводу ремня, значит. Было дело у нас на, один случай связан с репетицией. У нас была открытая репетиция шоу «Проклятие морей», которое должно было состояться в Нижнем Новгороде. Мы приехали, ребята всю сцену собрали, ну, именно туча без декорации, а просто вот, чтобы функционал работал, чтобы там все летало и было куда приземляться. Вот. меня, так сказать, пристегнули, а пристегнули, там есть определенная последовательность пристегивания. То есть, когда я восхожу на эту конструкцию металлическую в виде мяча, мне должны сначала пристегнуть, как они правильно называются, лонжи, наверное, которые в цирке за карабиной, именно такие несущие, которые, при помощи которых я летаю, тросы, условно говоря, вот эти. То есть, сначала нужно пристегивать их, а потом пристегивается ремень. Вот. Получилось так, что сначала, ну, была нарушена последовательность и сначала пристегнули ремень. То есть, меня сначала зафиксировали к этой конструкции и только потом пристегнули эти карабины, лонжи этих. так как я встаю в несколько ослабленном состоянии на этой площадочке, которая на этой конструкции находится, при подъеме эта вся конструкция начинает натягиваться. Причем натягивается настолько сильно, что пропихнуть, так сказать, между вот этим тросом, который четко идет по, ну, по линии швов, штанов, скажем так, понятно, да? То есть, ровно сбоку. Одним словом, вот этот зазор, который между, как я даже не знаю объяснить, между верхом брюк и вот этой линии, которая к плечу поднимается, я не могу протиснуть туда даже руку. То есть, настолько все это плотно прижимается сильно. А ремень, сам по себе, который меня пристегивает, он мне чем-то напоминает ремень, как в самолете. Вот, когда нас просят пристегнуть ремни, примерно похожие история, вот, и у него на конце пряжка, она объемная. И так получается, что меня пристегнули и начали поднимать. И потом, в какой-то момент, я полномера отлетал, это репетиция, повторюсь, я отлетал полномера, и как бы дальше мне нужно отстегнуться, и у нас идет расхождение. То есть, отделение от мяча, то есть, я остаюсь на месте, а мяч начинает отдаляться назад. В итоге, получается так, что я отстегнулся-то, отстегнулся, но у меня эти карабины, они, пряжки, они застряли в этих. И меня начинает вот так вот разводить, то есть, я начинаю не совсем отделяться, и потом в какой-то момент отстрел происходит. То есть, эти пряжки все-таки где-то в моих жировых складках нашли щелочку и протиснулись между этим тросом, и происходит отстрел. Причем, это произошло достаточно резко, настолько, что вот эта конструкция в виде мяча, она начала активно раскачиваться. Ну, мне, наверное, повезло, то, что я сориентировался, я просто выставил назад ногу, и я поймал эту площадку, которая должна была прилететь и хорошенько меня приложить, потому что мы начали движение во встречном направлении в какой-то момент. вот, и вот этот такой, с одной стороны забавный, с другой стороны случай, который мог привести к такому травматизму, вот, он почему-то запомнился, я помню тогда реакцию нашего продюсера Юрия Соколова, он закричал на технаре, я так, стоп, срочно, остановись, в чем дело, кто так пристегнет, ну, там было очень много эмоций, вот, но на самом деле все обошлось, то есть, как бы, я ногой просто поймал эту площадку, пятку подставил, и мне просто в пятку пролесела эта площадка, не ударив меня ни по ноге, ни по мягким тканям, ни ничего, одним словом, обошлось, вот, так что, вот такой забавный случай, ну, я слишком долго рассказывал про этот случай, поэтому второй оставлю потом. Ладно, ладно. А у нас на Нижегородче не вечно что-то творится. Не, ну, концерт прошел, кстати, вообще отлично, у нас было два концерта подряд, как раз те самые ковидные еще ограничения не были сняты, и мы замахнулись на два концерта подряд, то есть, ну, это было в разные дни, конечно же, то есть, ну, вот, там, я число не помню, помню, что как раз все это проводилось, как раз был юбилейный год для Нижнего Новгорода, 800 лет, и мы решили. Нижний 800, это да, это было что-то. Там у нас прям жгли с концертами совсем. Ну, что же, продолжим с вопросиками. Уважаемый, Михаил Егорович пишет нам наша телезрительница Дарья. Когда поют ваши песни, как вы относитесь к каверам? К каверам? Как ударить? Ну, про каверы мы уже говорили, а вот про свои, про собственные. Как? Любишь ли ты, когда тебя? Всегда интересно с такой, с хорошей, позитивной улыбкой, причем, вне зависимости от того, насколько сильно исполнено, это в любом случае мило всегда, как по меньшей мере. Вот, ну, а если еще и получается так, что очень такой хорошего уровня исполнения, то, ну, прям начинаешь даже ух ты, класс. то есть, даже как-то элемент восхищения, что ли. А вот у нас, кстати, уже вот в наших нынешних, которые прямо в трансляции вопросы-то задаются, уже было несколько просьб спеть в прямом эфире. Как-то будем мы сегодня петь в прямом эфире? Или сохраним интригу до концерта. Ой, давайте до концерта. Вот, все, дорогие друзья, доходим. А полетать не просили? Можно полетать в прямом эфире. Полетать не просили, да, но частенько спрашивают, а приедете ли вы в ту или иную, мол, местность, например, вот, добрый вечер, когда в Алдан приедете, республика Саха, Якутия. Как в Якутию, собираетесь? Собираемся, собираемся. На самом деле, я так понимаю, что группа Ария, если и была там, то была очень давно. И, насколько я помню, даже шли переговоры какие-то для того, посетить эти края. То есть, там и речь шла и о Якутске, и о Магадане. Поэтому эту тему мы как минимум не закрываем. Надеюсь, что получится. То есть, если уже есть люди, которые ведут такие переговоры, значит, есть надежда, что приедем, поем. Миш, а вот когда вы на гастроли ездите, ты интересуешься местной местностью? Ходишь там смотреть чего-нибудь или какие-нибудь экскурсии? Или что-нибудь? Поначалу вот у меня была дичайшая ломка, потому что я как раз очень люблю путешествовать. И для меня как бы неотъемлемая часть от этой гастрольной жизни, как я себе ее представлял, это в том числе сходить туда, прогуляться там, там. Но иногда это все сводится к некому такому компромиссу, особенно по первости, когда нужно было очень, очень, как бы такое внимание повышенное уделять своему здоровью. В силу того, что мы, активность гастролей наша, она приходится на такой межсезонье всегда, это весна-осень, это не какие-то погожие летние деньки, хотя и они тоже случаются, это в основном какие-то гастрольные истории, вот, то, конечно же, если позволяет время, тайминг гастролей, то сходить куда-то, прогуляться где-то по каким-то историческим местам, достопримечательности какие-то посмотреть, вот, для того, чтобы привезти домой не только магнитик, но и какие-то воспоминания. Я подумал, когда в город уже приезжаешь там раз в десятый, то, наверное, конечно же, да, ты уже вроде все знаешь, ну, думаешь, ну, ладно, там, едешь по дороге с Ленинградского, с Московского вокзала в Питере к площадке в очередной раз, так, думаешь, ну, что, ну, здесь вроде мост этот на месте, там, да, Питер на месте, ничего не убежало. Все хорошо, да, уже, конечно, никуда не хочешь. Ну, вот, кстати, касательно здоровья, да, мы сейчас тут завели тему. Насчет него очень много вопросов у нас, в том числе по спорту, по физической активности, и вот такой немножко слегка провокационный даже вопрос, я бы сказала. Насколько известно, пишет Екатерина, в группе Ария много кто курит, поэтому хочется узнать, мешает ли голосу частый запах дыма, и, или на этот счет в группе есть правило, например, курить только на улице, или вместе на улице где-то подальше от вас. Я могу сказать, что таких устойчивых курильщиков в группе Ария как раз нет, то есть, я бы все-таки это делал ссылку на то, что такие временные истории, если они и случаются, там иногда ребят берутся сигареты, опять же, не буду показывать пальцем, но совершенно точно есть такое правило, причем не я его инициатор, как бы люди всегда ищут возможность где-то покурить так, чтобы даже запаха не было никакого вокруг. Поэтому в этом плане мне даже сравнивать не с чем, но вспоминая свою старую клубную жизнь, еще из эпохи группы Гран Кураж, когда ты попадаешь в общее прокуренное помещение и вспоминаешь это, и сейчас делаешь некие выводы, понимаешь, может я сейчас так дольше пою и менее травматично, потому что вот я на самом деле вот этого всего как бы не испытываю, то что нет вот этого, нет этих прокуренных помещений, потому что вот мы как-то общались недавно с одним известным блогером, он как раз эту тему развил, он тоже имел отношение к действующим музыкант, тоже в клубах выступает, он говорит, я и пою, играю на гитаре, конечно же вот эти все вещи, связанные с курением, они конечно очень жестко это все, я раньше как-то это не придавал значения, но сейчас потихонечку начинаешь это все дело восстанавливать память и понимаешь, что раньше программа длительностью в 40-50 минут могла привести к тому, что ты уходил со сцены практически безголосым, то есть таким осипшим, но опять же тогда в моей жизни еще не было Екатерины Юрьевны Белобровой, которая очень быстро все расставила по нужным местам и сказала, так, не теми местами поешь и так далее, одним словом, как бы, не знаю, на что валить, но сейчас меньше дыма и на мой взгляд все гораздо лучше. Я думаю, каким местом пел Михаил Житников до Екатерины Юрьевны, мы спросим в следующем нашем интервью. А вот наш другой вопрос от телезрительницы. Кем будет работать Михаил Житников после Арии? И кем бы работал, если бы не Ария? Есть ли жизнь после Арии, короче? Даже представлять не хочу. Много раз ставил себя, ну, скажем так, перед таким выбором нелегким. И совершенно точно, при том, что я абсолютно нормально уходил с той работы, на которой я трудился. Там, где я зарабатывал деньги в доарийский период, ну, скажем так, не тянет меня обратно в офис. То есть у меня была возможность 10 лет поработать, так сказать, по диплому и потом, когда пришло время что-то менять и появилась такая возможность. Сейчас я уже 11 лет в Арии и могу сказать, что, дай бог, еще столько же и не один раз. Вот. Ничего не хочется менять в этом смысле и готов для этого даже предпринимать какие-то усилия, а не просто течь по течению, так сказать, плыть по течению. Ну, какие, например, усилия? Вот у нас есть вопрос про физическую форму. Как Михаил Житников поддерживает физическую форму, чтобы вот это выживать в турах? Здесь я как раз лентяй. Никак не поддерживает? Ну, я ее особо, ну, как я, не знаю, может быть, силы физиологии пока вроде сил на все хватает, ну, банальные какие-то зарядки, ну, да, сказать, что были моменты, когда ходил в зал, но все это не превратилось в какую-то систему, чтобы вот так вот где-то я постоянный, всегда находил себе какие-то отговорки, что здесь нехватка времени, здесь еще что-то, но в итоге ограничиваюсь каким-то минимальным комплексом упражнений. А также иногда я даю себе такую слабину, что после длинных гастролей приезжаешь, встаешь на весы, видишь там приятные цифры какие-то и понимаешь, что заслужил просто позу тюленя минимум на неделю и просто отдыхаешь. Продолжая тему здоровья, кстати, у нас есть еще вопрос такой, как быстро восстановить голос, особенно в большом туре, например, если заболел или если перепел? Я думаю, что тут все воедино как бы могут и педагоги, и фуниаторы сказать, что самый лучший способ поберечь травмированный голос, это не петь, отказаться от разговора, это молчание, самый лучший доктор, но коль скоро уже стоит выбор, что вот завтра концерт надо петь, то в зависимости от сложности проблема, все-таки иногда бывает какая-то банальная осиплость, такая натруженность, а иногда есть очень такая серьезная проблема, где может быть без фуниатора не разберешься, не решишь ее, прибегая к каким-то радикальным уколам или что-то такое, когда к тебе лезут связки и что-то там чинят. На моей памяти таких радикальных мер не было, но были моменты, когда мягко говоря не пелось, и здесь какой-то набор брызгалок, где-то гомеопатия, где-то посерьезнее какие-то вещи, я даже сейчас не могу вспомнить последовательности, что конкретное мне приходилось принимать, но тут шло в ход все. И опять же сторонник того, что мы вокалисты все-таки психосоматики, те еще, и когда ты начинаешь принимать какие-то лекарства, на которых написано, что они сделают из тебя человека буквально за считанные там минуты, ты невольно как бы даешь вот этот правильный вектор организму, что так все восстанавливается, тебе уже дали таблетку, хватит придуриваться, ты уже должен как-то начать работать. Ну, можно сушки просто брать и на каждой сушке писать что-нибудь такое, плацебо. Ну, конечно, я думаю, что все зависит от серьезности проблемы, и, конечно, лучше не доводить. Были у меня такие моменты, были такие случаи, когда причиной вот этого всего было где-то, может быть, где-то плохо распелся, может быть, где-то какие-то простудные явления не до конца прошедшие, а может быть, наоборот, прогрессирующие. Они вылезали на первый план, и когда тебе хотелось здесь и сейчас доказать, что ты вот эту ноту можешь взять, и ты вот, а при этом есть четкое понимание, что впереди еще этот концерт не заканчивается, и еще завтра петь, но ты все равно на такие подвиги себя подбиваешь, что это вот как раз порочная практика, здесь всегда нужно держать это все в голове, иногда просто, ну, скажем так, легкий шаг назад, отступление от этой героической позы может спасти тебя как вокалист на ближайшие концерты, которые еще предстоят. Отлично, отлично. Ну что же, я думаю, что пришло время объявленного, так сказать, в Сингер-клубе конкурса на лучший вопрос. Сейчас, дорогие друзья, которые не знают, что такое Сингер-клуб, мы вам немножко расскажем, да, пару слов Сингер-клуб, в общем, это такой клуб, в который попадают те люди, которые учились у нас с Екатериной Юрьевной на марафонах. Мы же все-таки вокал-эмбуланс, поэтому сейчас еще и технические вопросы тоже позадаем. Вот. В нашем клубе был объявлен конкурс на лучший вопрос, и мы выбрали три раз чудесных вопроса, которые я сейчас задам, и потом мы попросим Михаила выбрать лучший из этих вопросов, и этого человечка мы присоединим к трансляции для того, чтобы он, может быть, задал еще вопросы или высказал какие-то свои пожелания. Вот. А кому там послышал свингер-клуб, это нормально. Всем это обычно слышится, поэтому мы так провокационно и назвали. Я уже пытался об этом сказать, но думаю, наверное, это настолько избитая для вас шутка, что ее смысла даже озвучить. 1600. А поэтому мы так и назвали. Да, да, мы такие. Ну что же. Это как туда попасть, кстати, да, это, так сказать, посмотреть у нас на стеночки в закрепе. Ну что, так сказать, не будем себя рекламировать, хотя почему бы нет. Итак, первый вопрос. Какие главные ошибки в пене обнаружил себя Михаил, когда только начал заниматься вокалом с педагогом. Насколько сложной была работа над их исправлением? Ну, само ощущение, что я не случайно, в каждой шутке есть доля шутки, что я не теми местами пою. То есть, вот настолько высокое желание раньше было сесть на связки, вот просто запеть какими-то такими местами, затембрить все. Вот, я понял, что, ну, как понял, мне сказали, что так не надо делать, что есть для этого более правильные места. Вот, это, наверное, такое самое яркое, что было, что в себе пришлось переделать. Все-таки я себя считал на тот момент каким-то сформировавшимся вокалистом, а не просто начинающим с улицы пришедшим мальчиком, который сказал, вот, хочу петь. А тот человек пришел с конкретной задачей, хочу не просто петь, а хочу петь правильно, и еще долго петь, не уставать, не, скажем так, не терять вокального ресурса долгое время, несмотря на недосыпы там, переезды и так далее, и так далее. И как вот оказалось, что корень зла был как раз вот именно в этом неправильном звукоизвлечении. Ну, как бы уроки дали, как бы расставили все по местам. Я надеюсь, Екатерина Леонидовна. Ну, судя по тому, что ты рассказывал в начале, да, конечно. Раз ты теперь справляешься без преподов, значит, все круто, отлично. Конечно. Идем дальше. Хорошо. Следующий вопросик, да. Насколько утомительно затяжные туры в смысле того, что вот когда нужно петь одну и ту же программу чуть ли не каждый день на протяжении многих месяцев, стараетесь ли вы каждый раз принести что-то новое в звучание одних и тех же песен, или не задумываетесь над этим? То есть вот не наступает ли выгорание такое, да? Как развлекает себя Михаил Жидников? Ну, наверное, неизбежно, да, какое-то выгорание, когда программа уже больше года находится. С одной стороны, как я уже рассказывал, есть ощущение некой колеи, когда все комфортно, и ты уже не предлагаешь никаких сверхусилий к тому, чтобы эта программа как бы прозвучала на хорошем таком художественном уровне. С другой стороны, как бы, да, есть ощущение такого мультика, что иногда ты понимаешь, что так, а какой сегодня город? Это все, о чем ты, собственно, задумываешься. А потом выходишь и делаешь абсолютно все то же самое. Ну, к сожалению, это такие реалии гастрольного коллектива. С другой стороны, ну, не знаю, тут можно как плюсы, так и минусы. Как себя развлекаем, иногда просто производим внутреннюю ротацию песен, в программе. То есть мы можем включить заведомо большее количество песен в сет-лист концертный и в одном городе исполнить одну песню, а в другом городе заменить ее на другую. И потом, или какую-нибудь еще третью и так далее. И в силу того, что у нас есть поклонники, которые за нами катаются в разные города, не только в одном городе, они могут для себя как раз и уловить, что в этом городе они эту песню сыграли, а здесь есть другую. Вот. Ну, на большие подвиги я себя, как правило, не убиваю. Убиваю. Спасибо большое. И третий заветный вопрос из трех заветных вопросов. Заметила, что очень часто на концертах вы достаете инейр именно из левого уха, какое-то время поете без него, затем снова вставляете, и так порой несколько раз за концерт. С чем это связано? О как! Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, хороший как минимум потому, что человек наблюдает за мной, следит. Действительно, да, у меня есть иногда такое внутреннее желание снять ухо, одно. Скажу сначала, почему я его снимаю. Иногда хочется окунуться в эту атмосферу ревущего зала, громкой сцены. Потому что та картинка, которая у меня находится в наушниках, там все достаточно компактно звучит. То есть, да, я слышу все инструменты, они все находятся на такой достаточно умеренной громкости, и над всем этим нависает вокал, который вот такой баланс, он не позволяет мне, так сказать, себя перекрикивать, потому что стоит мне только немножечко поднадавить, и я сразу хуже начинаю слышать другие инструменты. Это такой внутренний контроль, скажем так. Вот. Теперь, что касается левое-правое, у меня был такой, не могу сказать, что это печальный опыт, я еще бытность вокалистом группы Grand Courage уже начал использовать наушники, и тогда для меня было очень непривычно. Я думаю, что это каждый вокалист, который впервые надевает Энеры, он сразу же сталкивается с вот таким неожиданным, с такой картинкой, которая там и здесь, и вот есть непреодолимое желание снять ухо, и как-то это вот как, я не знаю, с чем ты можешь сравнить, когда с аквалангом вроде ныряешь, мне кажется, когда понимаешь, что чем дышать, как хочется снять его, для того, чтобы это, ну, воздуха нет, и как бы вроде как себе не особо помогаешь. Так же и здесь. Я достаточно долго именно был со снятым левым ухом, работал. И, видимо, это настолько я себе что-то там в ушах произошло, что я тут как-то попытался снять другое ухо, оставив левое. Я понял, что вообще ни разу очень как-то, короче, мозг на бекрень, я очень быстренько все поменял, то есть, вернее, не поменял, а воткнул ухо обратно и работал с двумя ушами, уже просто ни на что не обращая внимания. Был какой-то то ли дискомфорт, что-то пошло не так, то ли в балансе что-то произошло, но смысл в том, что я попробовал снять другое ухо и ужаснулся просто от результата и думаю, нет, все, добра-добра не ищут. Если я уже стал кривой на дно ухо, то пусть я лучше так и периодически буду его снять. Не, ну мы же от природы в общем-то не симметричны, понимаешь, есть же ведущие ухо, поэтому, конечно, оно как и не случилось. Ну вот, сегодняшний вечер для меня не проходит зря, я с тебя узнал что-то новое. Ну теперь надо выбрать лучший из трех вопросов. Да, значит, у нас был вопросик про разнообразие в песнях. Да, Настя, первый, какой у нас был? Первый был, какие главные ошибки в пении обнаружился Михаил, второй как раз про разнообразие и третий вот про ухи. Ну если это топчик вопросов, да, я с ним согласен, все вопросы интересные, но вот за, не просто за интерес, а еще за наблюдательность давайте, наверное, отдадим звание лучшего вопроса, вопрос, который был заключительным, все-таки наблюдать и вот именно как тенденцию выявить у меня, что я снимаю именно это, хотя я в последнее время не снимаю, потому что они давно следят. Ну что же, поздравляем нашу «Сингер-клубовцу», между прочим, которая, она с нами с первого самого потока, с нашего, самого такого родного, дорогого Татьяна. Так, Татьяна, я отправила вам в ВВК, ссылочку, заходите к нам. Да, Татьяна сейчас получит ссылочку, присоединится и сможет в прямом эфире, так сказать, немножко пообщаться, задать какой-то еще вопрос, высказать пожелания. А мы продолжим пока что. Как вы отнеслись бы к предложению озвучить персонажей или спеть в детском отечественном мультике? Если согласились бы, то к какому жанру мультиков либо сказок вы проявили бы наибольший интерес? Какого персонажа? Как по мультику? Это интересно. На самом деле, я всегда считал, что озвучка и актеры дубляжа все, ну, невзирая на то, что это, мультфильмы или это зарубежные фильмы, это всегда такая история, очень, работа очень серьезная, несмотря на кажущуюся легкость некоторых жанров. Поэтому, если бы все-таки предложили, ну, не знаю, что-нибудь такое, безбашенное, где можно было бы там порезвиться. Я даже не знаю, могу назвать какой-нибудь фильм мультик а-ля наш, наш отечественный, какой-нибудь Алеша Попович или Тугарин Змей, ну, там очень классный этот конь, конечно, просто волшебный. Вот что-нибудь... не Алеша, я конем. У меня дети торчат просто от Юлии, они просто фанаты. Вот, это... давно уже смотрел. И классная тема, кстати, мультики озвучивать. Я озвучивала кремлевскую елку в этом году, например. О, класс. совершенно замечательно то, что персонажи. О, я смотрю, Класс присоединилась Татьяна. Ну, как где она-то у нас? Так, звук есть, видео есть. Здрасте, здрасте. Привет-привет. Слышно ли тебя? Скажи что-нибудь, пожалуйста. Меня слышно? Здравствуйте. Слышно. Можно подключить, если есть возможность. Слышно, да. Таня, вас приветствуют в прямом эфире и шлют сердечки. У вас тоже есть свои фанаты. Здрасте, очень приятно. Здравствуйте, Михаил. Здрасте, Татьяна. Очень рада вас видеть. Спасибо вам за вопрос. Очень рада, что попала к вам в конференцию. Я очень это хотела, потому что, наверное, вы знаете, что я ваша большая поклонница и слежу за вашим творчеством. Наверное, помните наше с вами интервью к вашему. Да, 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 да. Отличные, отличные вопросы там тоже были. Очень интересно. У меня, конечно, много было к вам вопросов, но я, наверное, задам два, которые меня сейчас на данный момент больше всего интересуют. Первый вопрос касается группы Ария. Вы говорили уже неоднократно, и вы, другие музыканты, что вы пишете новый альбом, пока еще материала нет, но будет. И вот вопрос лично к вам. Лично ваш какой-то материал на данный момент есть? Я не прошу сказать, какой, в каком количестве просто есть ли вообще? Сам вопрос немножко звучит так двояко. С одной стороны, мы пишем новый альбом, но материала еще нет. Наверное, значит, получается, мы его еще пока не пишем. Да, если так получается, что, ну, как бы музыканты группы всегда говорили о том, что у них есть стеленные разработки, которые, может быть, не тянут еще на песню, может быть, они недостаточно вызрели для того, чтобы стать песней, но то, что такие разработки есть всегда, ну, это как бы, я думаю, что глупо скрывать. Вот. Говорить о том, что мы приступили к репетиции конкретных вещей, которые уже, ну, скажем так, обличены в какую-то музыкальную форму, которую нужно аранжировать, ну, здесь тоже порадовать пока ничем не могу. Вот. Но то, что такие разработки у музыкантов имеются, как и всегда, у нас иногда этот момент очень быстро проходит. Этот период от момента показывания первой песни, которую мы начинаем репетировать, до момента записи альбома, иногда вот проходит очень быстро, иногда может растянуться на годы, но тут как бы вот сейчас событий последних лет она была очень такая, нам приходилось играть по нескольку концертных программ, отвлекались регулярно на вот эти постановочные шоу, то онлайн-концерты, то еще что-то, что в какой-то момент, наверное, ну, каюсь, да, про новый материал, он отошел как-то на второй план, но мы рано или поздно все встанет на свои места, и мы сядем и будем записывать. Ну, песни вашего авторства там будут на новом альбе. А, про песни моего авторства, ну, я, безусловно, тоже четко ковыряюсь, что-то делаю, но в силу того, что трезво отношусь всегда разумно к своим композиторским способностям и уповаю на коллективное творчество в очередной раз, потому что как бы не считаю себя до конца, наверное, специалистом вопросах ранжировки песеней, то есть могу привнести какую-то музыкальную мысль, но довести ее до какой-то логической, ну, так сказать, сделать песню под ключ, здесь, конечно, мне без помощников не обойтись, поэтому будем надеяться, что если мои разработки придутся по душе кому-то из музыкантов и удастся довести и сделать из этого песню, наверное, тогда почему нет? Я всегда только за. Ну, вообще, конечно, хотелось бы, чтобы песни вашего авторства были на новом альбоме, потому что все две баллады, которые вы написали, ну, мне кажется, со мной Екатерина и Настасья согласятся, это очень сильные вещи, особенно, ну, если мы говорим о точке невозврата, это вообще для меня, например, одна из таких песен заветных, которая мне много раз в жизни помогала, и, в общем-то, эта песня, ну, особая, например, для меня лично, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы что-то обязательно написали на новом альбоме, спасибо. Ну, правда, Миша, правда, я на самом деле, я когда первый раз услышала точку невозврата, я плакала. Ого! Да. Это... Спасибо. Дорого стоит. Вопрос, наверное, связанный с этим, тоже вопрос про песни, вот будет сначала вопрос, а потом будет просьба, про которую Екатерина Юрьевна и Настасья Николаевна уже писала, вот, и тогда её тоже озвучу в прямом эфире. Вопрос по поводу песен. Вот вы много раз говорили, что вам тяжелее в исполнении даются баллады, чем боевики. Со стороны, вот, я лично этого не слышу, что хуже, там, как тяжелее, а вот с чем это связано, что баллады требуют больше эмоциональности, что они более населенные, ну, то есть, вот с чем конкретно для вас сложнее исполнять баллады? ну, если я это говорил, наверное, речь шла именно о студийной работе, потому что, ну, скажем так, найти настроение какое-то с моим тембром, как бы у нас нет баллад таких позитивных, то есть, там либо все умерли, либо еще что-то, поэтому какая-то грусть светлая, либо наоборот, такая очень прямо удрученная, она всегда должна присутствовать, не знаю, может быть, особенности моего тембра, мне всегда очень тяжело найти вот это настроение в голосе, вот эту манеру и поддерживать ее, ну, как-то вот выйти на то, чтобы вот по Станиславскому, что называется, это я лично сам к себе, опять же, такие требования предъявляю. Что касается боевичков, тут все гораздо проще, тут и и подровить можно, и иногда просто вот какие-то ноты, та тесситура, в которой написана песня, она помогает создать настроение, когда ты просто начинаешь ее с какой-то агрессии там петь или еще что-то, и там вроде как само все встает на свои места, вот, поэтому не знаю, не знаю, до сих пор не могу от этого ощущения отделаться по поводу того, что баллада это всегда какой-то особый, это экзамен какой-то вот в студии, для меня это наверное до сих пор не перестает быть, хотя безусловно, я, как и многие другие, в рок-музыке, я вот рок-музыку, я к ней пришел, я начал ее активно слушать именно через баллады, то есть это то, к чему лежит душа, что вот все, потом, конечно, уже весь пласт был полностью изучен, там, и до исти, и все, но вот особое отношение к балладам, вот оно связано как раз с такой историей, что вот лично для меня это всегда какой-то, говорю, какой-то экзамен в студии, ничего с этим не могу поделать. А вот не помните на перезагрузках, когда записывали, какая баллада далась сложнее, там высоко или свет был о любви? Там высоко, мы чаще, наверное, просто исполняли на концертах, вот с ней было попроще, вот, свет был о любви дался потяжелее, опять же, я, для меня это, ну, как сказать, те ноты, в которых она была изначально записана еще Артуром, и мы фактически не отступили от той тональности, которая была, вот, это было где-то вот между, то есть, и вроде не очень низко, и в то же время не достаточно высоко для того, чтобы тембр как-то вот раскрывался, не знаю, я, может быть, пускаюсь слишком в какие-то технические штуки, вот, но вот на уровне ощущений есть, иногда бывает такое, что ты вот начинаешь, ты просто открываешь рот, пытаешься взять ноту, и у тебя там все на месте, и тембр на месте, и манера, там все есть, и краска есть хорошая, все, но есть некоторые, как бы, ну, внутренние ощущения, как будто песня написана не под твой голос, вот, хотя я знаю, что это разговоры в пользу бедных, это всего лишь оправдание, что, ну, как так, вот, она, эта песня вот в твоем диапазоне, ты, как бы, почему, ну, вот, к сожалению, есть у меня бывают такие проблемы. Спасибо. Ну, и просьба, я ее, в принципе, сразу хотела задать, вернее, озвучить, когда услышала, что будет с вами интервью, а я знаю, что еще, там, год, наверное, назад, Екатерина Юрьевна с вами, ну, как бы так, пристрелочной, скажем так, говорила, чтобы, если я ничего не путаю, конечно, чтобы вы были супервайзером на одном из наших вокальных марафонов, вот мы учимся под руководством Екатерины Юрьевны, вот, мне бы все-таки очень хотелось вас попросить, чтобы это произошло, потому что, я не знаю, читали ли вы комментарии под постом, который сделали вот вашим сегодняшним интервью, но я там писала, что, поскольку вы тот человек, из-за которого я начала учить спеть профессионально, потому что вы меня вдохновили своим вокалом, и мне захотелось это делать, именно вот, ну, научиться этому больше, чем просто мурлыкать что-то там дома под гитару. Мне было бы очень важно услышать вашу оценку, ваше какое-то мнение, вы говорили, да, что вы не педагог, что по вопросам там техники и прочего, это к педагогам, но здесь, но здесь, пожалуй, важна не столько педагогическая составляющая, сколько, возможно, больше психологическая, и поэтому вот я при наших педагогах, Екатерине и Настасье, прошу вас все-таки дать нам такую надежду, что вы согласитесь и поучаствовать в супервизии одного из наших марафонов, это был очень... Ну, будем считать, что я вас услышал, да, у нас действительно разговор на эту тему был с Екатериной Юрьевной, она знает мои тараканы на этот счет, ну, как говорится, никогда не говори никогда, и я сейчас не собираюсь этого говорить, вот, поживем, увидим. Спасибо, я буду очень надеяться на это, что это все-таки будет, потому что вот, кстати, я когда смотрел ваше интервью с Леосом, которое не так давно было, и вы там говорили о высоких нотах, о том, как вы разговаривали с Екатериной Юрьевной, о том, что чем выше нота, тем она должна быть легче, то есть, тем меньше должно быть напряжение в голосе, как бы мне это педагоги говорили много раз и до этого, то есть, это для меня не было чем-то новым, но после этого интервью почему-то эта легкость стала получаться, то есть, это, к слову, о воздействии авторитета. О положительном влиянии супервизии на организм вокалиста. Да, да, поэтому, пожалуйста, пожалуйста. Ну, да, смотрите, Женя Егоров, например, он же тоже не педагог, да, он артист, но тем не менее, он уже какой-то третий раз у нас, да, супервизит на базовом марафоне, и прекрасно, очень, очень... Ну, Настасья, все, как говорится, люди разные, кто-то, вот, а кто-то, у кого-то нет времени лишнего, и... если Михаил придет, я сама наш марафон пройду. Опа! Опа! И вы, думаю, пройдете, и все пройдут. Слушайте, ну, на самом деле, я думаю, всему свое время, вот, поэтому, как говорится, марафоны наши молодые, вот, им всего-то два годика еще даже не исполнилось, по-моему. что не два, а в августе будет два годика, 10 августа, я запомнила. Не будет, поэтому, в общем, конечно, что однажды, однажды, произойдет что-то. Однажды, да. На самом деле, что касается супервизии, я тут хочу, да, немножечко сказать, что это, знаете, как вот мнение практика, да, все-таки педагоги, при всем при том, что мы, конечно, тоже поющие, слава тебе, господи, педагоги, даже на сцене стоющие периодически, вот, но, тем не менее, все равно, вот, как бы, с точки зрения, прям, совершенно человека, который именно, вот, прям, профессионально работает рок-звездуном, вот, это совсем другое, вот, потому что то, что говорит Екатерина Юрьевна, это уже нависло у всех на ушах, уже эта лапша уже такая там висит, вот, и мало... Я извиняюсь, что перебиваю, Екатерина Юрьевна знает нужные слова, как донести определенные моменты до человека, а у меня действует принцип «не навреди», то есть, если я понимаю, что я своими умозаключениями могу ввести человека в заблуждение и на другую вообще, на ложную тропинку на какую-то поставить, и он не то, что до вершины не дойдет, а он скатится быстрее с этой горы, то для меня это выходит как бы на первое место, и я начинаю сразу сомневаться, кто я такой, чтобы давать именно вокальные советы, именно про приемы инструментарии, что где... А про свои ощущения, да, согласен, я готов рассказывать... Про свои ощущения, конечно. Оценивать других людей, вот это всегда для меня было не то, что... Нет, ни в коем случае не табу, но вот как... Не знаю. Всегда очень осторожно к этому относился. А вы не оцениваете, вы просто послушаете нам. А, послушайте. А мне все понравится, я в общем... А мне все понравится. Так нам это и надо в первую очередь, чтобы когда обстоятельства, когда твой кумир тебе говорит, классно спел, это уже все, можно супервизию заканчивать. И можно и все-таки заканчивать. Не остается в разы. Не, на самом деле, на самом деле я действительно считаю, что мнение все-таки практического, именно вокалист-практика, оно может быть совершенно неожиданным каким-то образным таким вот пониманием какое-то с другой стороны дается. Так бывает. Возможно, возможно. Ну да, поживем, увидим. Большое спасибо, Татьяна, что задали свои классные вопросы, смогли присоединиться к нам, мы вас отпускаем. Пока-пока. Я, пожалуй, задам все-таки еще несколько вопросов от ребят, которые нас прямо в онлайне смотрели, не из тех, которые заранее, чтобы им тоже не было обидно. И может быть, Михаил захочет выбрать еще какой-нибудь вопрос, который был прямо в онлайне задан, чтобы, так сказать, отметить этого человека. Потому что я не знаю, получится ли присоединиться, но хотя бы просто отметить, что классный вопрос, тоже здорово. Вот, например, Юрий Шевчук озвучивал Карамзина историю Руси. При дании веков. Может, и Ария учебный проект какой-нибудь озвучить? Уже не мультики даже, а? Да, да, да. Тут глубоко копнули. Ну, в принципе, лично для меня кажется, что почему бы и нет. Вопрос еще даже состоит в том, что мы, как бы Юрий Шевчук, он такой художник в самом широком смысле этого слова. То есть это человек, который не просто является исполнителем своих песен, он их полный автор, насколько я понимаю, и человек, который может просто остановить концерт и просто устроить, либо почитать прозу, либо почитать стихи. Ну, вот, во всяком случае, я не могу этого, как бы, говорить об этом наверняка, но почему-то мне кажется, что его концерт в том числе так и проходит. Вот, что касается нас, ну, мы, наверное, все-таки в этом отношении больше заточены на исполнение песен, и если возвращаться к истории, лично мне тема истории очень близка, я, как бы, со школы историю люблю, и очень рад, что арийские песни, многие из них имеют отсыл именно к историческим событиям каким-то, вот, которые либо впрямую написаны по какому-то событию, либо имеют общий какой-то такой вот вектор исторический, скажем, посыл. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. Поэтому никогда не говори никогда. Да. Вот тут, кстати, ребята неплохо пошутили, говорят, свингер-клуб – это когда Кипелов на 30-летие пел с арий. Как это? Все смешалось. Как переносите часовые пояса, особенно концерт в Чите, плюс 6 часов разница? Ой, ну, плюс 6 – это далеко не рекорд. Помню свои ощущения, когда у нас был концерт Петропавловск-Камчатский, мы прилетели. Вот, там было плюс 9, по-моему. Да, плюс 9 часов. И толком не удалось поспать в самолете. Все, как-то держался, держался, держался. Потом, когда я понял, что в Москве уже глубокая ночь, и мне нужно было выходить из гостиницы. Вот буквально через час я понимаю, что меня дико рубит в сон. Я ставлю будильник на полчаса, думаю, хоть полчаса посплю. Я, конечно, пожалел, что я поддался этому желанию, надо было перетерпеть. Что я здесь могу сказать по поводу часовых поясов? Основная опасность лично для меня, опять же, говорю о своих ощущениях, это потерять вот это, ну как, голос, который не проснулся. Я всегда шутил на эту тему, что вокалист – это тот человек, у которого самым последним просыпается именно голос. То есть все там, все, ты сам уже давно бодрствуешь, и только голос просыпается уже гораздо позже. То есть сначала ты такой, будучи тенором, с утра таким, являешься баритоном таким, и в тебе еще какие-то такие процессы, как будто сон еще продолжается. Вот. И потом только вот по стечению времени, конечно, в том числе зависит от того, чем ты это время заполняешь, какая-то активность приводит к тому, что ты немножечко как-то там все разминаешь. В общем, голос, который не проснулся, это такое суровое испытание. Я помню, вот там как раз помогла, ну, наверное, опыт и в некоторой степени техника, они как раз меня и спасли. То есть когда я не стал на первых достаточно высоких песнях пытаться их победить, условно говоря, я просто дал возможность немножечко так вкатиться в это дело, хотя я распевался. Распевка не спасла, радикально не спасла. Может быть, если бы ее не было, было бы вообще все гораздо хуже. Но, в общем, был такой момент. Так что 9 часов, кто может больше, пусть расскажет. Мы, кстати, с Леной Имининой, она приходила к нам на Сингерпати, у нас был в Москве прям всероссийский слет вот этого Сингер-клуба. Как раз она говорила на сцене о том, что кто-то ее, в общем, научил, что надо в течение 2 дня по 20 минут спать. Ну, типа, вот по-то порелечь, так немножко поспать, и тогда восстанавливаешься. Ну, кстати, с ней полностью согласна, вот по сути, да, вот сейчас ты про то же самое рассказал, что хотя бы полчасика вздремнуть, так это в астрал сходить, хотя бы в альфа-состоянии. Вот. Следующий вопрос. Я прям от него схохотнула. Добрый вечер. А что делать, если во время выступления вы захотели зевнуть или чихнуть? Ко вашей партии идет, что делать? Ну, не знаю, наверное, зевать мне ни разу не хотелось, да и чихнуть тоже особо не хотелось. У нас очень много спасительных мест в песне, то есть если зевота и желание чихнуть, это те ощущения, которые могут подождать, то есть, условно говоря, можно себя ну, как-то настроить и, так сказать, отсрочить это дело, то можно дождаться длинного проигрыша, и там и позевать, и почихать, и даже выспаться иногда можно. И почесаться. И почесаться можно. В водичке. Домой позвонить, в конце концов. Домой позвонить. Отлично. Так, ну вот я сейчас мотаю нашу ленту с вопросиком. Хочется выбрать такие интересники, на которые мы еще не отвечали, потому что многие дублируются. Там, да, все ребята шлют бесконечные поздравления, спасибо за концерт там и сям. А я пока спрошу, вот у меня есть. Да, давайте вы спросите, а я пока еще совсем музыкального характера, вот, но такой важненький, на мой взгляд. Вот. Миш, вот сейчас же, как бы, мир значительно меняется, и вот вопрос по поводу профессий. как ты думаешь, вот какие профессии, которые вот около музыкальные какие-то, да, будут актуальны в ближайшие 10 лет? Вот молодые люди, которым сейчас 17-18 лет, они меня часто спрашивают, а я вот хочу связать свою жизнь с музыкой, куда бы мне пойти учиться, чтобы вот как-то быть пригодным в ближайшее время? Вдруг у тебя есть идеи по этому вопросу? Не, ну, безусловно, как бы в современной сценографии много нового появляется, там люди проводят концерты с голограммами на сцене, когда мы знаем пример, по-моему, группы кино, когда они визуализировали на сцене Виктора Цоя, да, наверное, это новые технологии никто не отменял, но я, наверное, больше даже скажу, что даже в таких конкретно в таких профессиях, которые всегда были напрямую связаны с музыкой и с гастрольными коллективами, там тоже есть место для совершенствования себя. Это вот возьмем даже звукорежиссуру, да, еще буквально, ну, там, каких-то лет, там, не знаю, может быть, 15-20 назад техника была другая, то есть все работали, не знаю, на аналоговых пультах, там, может быть, это сейчас цифра уже шагает по планете, люди там зачастую, я как бы не силен в этой терминологии, там зачастую возят с собой просто какой-то ноутбук, там, или что там, не знаю, какую-то маленькую консольку, какую-то, всего лишь они вот эти громадные пульты и как-то умудряются на месте организовывать хорошую звуковую картинку, вот, поэтому как бы есть понятие приходящее, есть понятие вечного и я вот как бы сторонник того, что нет предела совершенства, всегда можно даже в таких профессиях, которые, казалось бы, может быть, могут показаться какими-то, ну, что там, ну, звукорежиссер, ну, световик, ну, то, что появляется новое оборудование и новые какие-то решения абсолютно не делают эту профессию скучнее, скажем так. Там есть куда двигаться и вот совершенно точно у нас молодые ребята этим занимаются, несмотря на то, что основной возраст наших участников, он, можно его отнести к такому достаточно солидному, то, скажем так, весь технический состав нашего коллектива, он как раз это молодые ребята, которые с достаточно гибким умом, которые все это дело освоили и открыты к новым вот этим решениям и задачам, которые мы периодически перед ними ставим. Прекрасно, прекрасно, спасибо. А я знаю востребованную профессию, которая есть же разумные, а может быть, и неразумные, добрые, вечные, всегда будут требоваться, продавцы в пятерочку. Ну что? Это запасный кадром. Если, так сказать, да, жизнь после арии. Ну, если что. Михаил, как вы думаете, вам поможет в работе вокалистам занятие актерским мастерством? Вообще, кстати, тема актерки для вокалиста у нас прямо вот очень остро стоит. Вот у нас в учебе точно. Мы даже делаем специальные марафоны. Ну, конечно, я думаю, что это такая же неотъемлемая часть. И вот, наверное, не секрет для Екатерины Юрьевны. У меня были в том числе и я брал уроки. То есть я вообще пытался понять, что это такое, каким-то основам обращаться в актерском мастерству именно с точки зрения вокалиста. То есть не актера-актера, а вот именно вокалиста, который должен входить в образ, выходить из образа и так далее. И как-то доносить настроение не только нотами, не только какой-то экспрессией, но, может быть, где-то какие-то эмоции пропускать через это дело. Но я считаю, что это не самая простая задача. Поэтому правильно, что у вас эта история является актуальной. Ну, очень даже. А на самом деле через наши флагманы, которые, казалось бы, вокальные, вот чисто вокальный марафон, мы все равно даем всегда задание именно на прокачку актерки, потому что телесная вот эта вот работа с телом, она очень важна для вокалиста. Вот. Далее тут вот ребятки некоторые изъявляют желание с вами на флейте поиграть. Но спрошу я все-таки, так сказать, как технарь. Задам такой вопрос. Расскажи, говорит, пожалуйста, какой твой самый любимый микрофон, модель, какая фирма больше нравится, Шур или Сенхайзер? Ну, пробовал и то, и другое. Сейчас так получается, что у меня Шур. Вот. Я на нем остановился. Не знаю, может быть он больше подошел по... Все равно же так или иначе приходится слушать мнения тех людей, которые тебя рулят, которые тебя слышат. То есть сам я себя, ну, как я могу в него спеть, меня могут записать, я могу послушать со стороны. Но, наверное, вот так вот оценку сделать, такую полноценную. Ну, я доверяю тем людям, которые у меня вырезают какие-то частоты из голоса. И они мне говорят, вот это не просто этот микрофон, а этот микрофон и эта голова у тебя, скажем так, звучат лучше. И вот сейчас мы пришли как раз к такому варианту. У меня микрофон Шур. Он был в базовой комплектации с головой Beta 58. И мы ее сейчас поменяли на, как же она там называется, SE Electronics, по-моему, так называется. Какой-то, по-моему, британский бренд. И мы вот просто попробовали эту голову, и у нас как-то все взлетело, все хорошо. То есть звукачей хвалят, говорят, прям вот нормально. И хотя до этого лично меня Шур тоже устраивал. Именно тот такой ортодоксальный с родной головой. Вот. Но сейчас лично в моем рейтинге, если мы говорим про Шур и про Сенхайзер, у меня пока побеждает Шур. Хотя к фирме Сенхайзер я тоже отношусь с почтением. У меня мой ушной мониторинг именно уже фирмы Сенхайзер. Что же, закругляемся потихонечку. Вот, кстати, я забыла, прочитала я или не прочитала, там было сверху у нас пожелание про кавер на сектор газа. Я читала это? Да, читала, читала. А то сейчас думаю, вдруг я не прочитала. Вот. А вот, кстати, есть ли какой-нибудь такой вопрос, который ты всегда хотел бы, чтобы тебе задали, а его не задавали никогда? Такое что-то, что хотелось бы рассказать. Ну, нет, наверное. Уже нет. За 10 лет уже точно. Все уже перезадавали. Да, вдоль и поперек. Ну что же, да, спасибо большое за сегодняшнее интервью. Я предлагаю вот так вот. Если вдруг есть какие-то вопросы, которые очень понравились из сегодняшних еще, из тех, которые, ну, не из тех, которые мы выбирали из трех, да, а какие-то вот, которые задавали уже потом из Лео. А может быть, запомнилось. Да, запомнилось, может быть, что-то. Как бы, если хочется какой-то выделить и сказать там респектуху, то можно выделить. Да вот вопрос, был забавный. мы что-то даже... Там было прям прочихнуть. Похвастался памятью и уже все забыл. Не, ну, все вопросы были интересные. Сразу могу сказать, что прям вот каких-то таких банальных, которые набили оскомину уже не было. Так что всем, всем респект однозначно. Буду вспоминать. Особенно, да, для смешных. Потом напишу. Скажи что-нибудь, какое-то областное слово нашим вокалистам. Они, вот, в общем-то, стремятся быть лучше. Но вдруг у тебя есть еще какое-нибудь для них хорошее слово. Во-первых, вам хочу успехов пожелать. Я узнал, что вы еще такие, вроде, небольшие, но как бы зная ваш авторитет, думаю, что у вас просто впереди огромная аудитория. Ну, успехов вот именно той самой большой аудитории, благодарной аудитории. И пусть как бы побольше новых имен будет именно из числа тех людей, которые у вас тренятся, скажем так, которые через вас проходят. Ну, а всем ребятам, которые как бы являются вашими членами вашего сингер-клуба, им успехов в вокальном поприще. И очень правильно делайте, что обращайтесь к мнению профессионалов. Это всегда очень ценно. И чем раньше вы к этому придете, тем больше времени для себя вы сэкономите. это я вам могу просто на личном опыте сказать, что я считаю, что мной как раз было потеряно очень много времени. Это достаточно поздний бутон, поэтому лучше позже, чем никогда, но лучше раньше, чем позже, если вот так выстраивать. Поэтому всем успехов, короче. Спасибо. Спасибо большое. Кстати, да, сингер-клуб, это у нас такое теплое сообщество. Вот они сейчас, когда Татьяна вышла, я смотрю, телега прям просто рвется, все поздравляют там Татьяну, все такие, как-то из-за тебя болели. Вообще просто, это так классно, что у людей есть вот эта вот возможность попадать в прям вот, ну, как это называется, Екатерина Юрьевна, у меня уже слова все запутались. Попадать. Попадать, да, вот в нужную атмосферу, да, в нужное окружение. Нас же все равно формирует окружение, да, и вот это прям, блин, я прям очень горжусь. Конечно, у нас международный, у нас же Путин, и у нас же страх в Сингер-клубе, да, это тоже очень важно. И, конечно, поддержка очень важна друг другом вокалистов, это я прям считаю очень важное. Вот когда-то в какие-то далекие, седые времена вокалисты считали друг друга конкурентами, но это всем не модно и давно уже прошло. Вот что я как раз и хотел отметить, да, чем хорошо, наверное, искусство, в отличие от спорта, что здесь не надо быть первым, не надо быть лучшим, это все настолько субъективно, настолько все это нужно так, чтобы, наверное, самому себе нравилось и как бы, ну, еще кому-то. Вот, и это самое главное, получать от этого удовольствия можно без каких-то подвигов или там рекордов и прочее. Да, Мишенька, мы тебе вот этого желаем, чтобы ты получала от своего творчества удовольствия. Спасибо большое, Больше, а мы будем получать от своего творчества удовольствия и еще и от твоего до кучи. Вот как правильно нам тут сейчас написали спасибо Миши и за Мишу. Как-то вот спасибо тебе, мама, что нам Мишу родила. Спасибо тебе за вас, как любовь и головы. Да, в общем, все пишут спасибо, спасибо, спасибо за эфир, все было очень круто. У кого-то уже пять утра, но нас до сих пор смотрят, представляете. Вот, в общем, да, все шлют большие спасибо, сердечки, лайки, огоньки. Спасибо большое, друзья, что были с нами все это время. Спасибо большое, Михаил, как мы этого ждали и наконец дождались. Просто муа! Классно, что нашел для нас время. Будьте с нами, заходите к нам еще, вот, у нас всегда идут. Ну все, пока-пока. пока-пока, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok